И так начали! Жили-были старик и старуха. У них хлебов было много, а старик принес старик лыки, положил их в печку на ночь парить. Поутру встают, а у них в печке блины вместо лык. Старик, лык-то нет, блины тут. А-а-а! И правда блины! Наелись блина! Опять старик принес лыки и положил их в печку. Поутру вместо лык опять блины. А у этого старика хлебов было много, а жили они подле речки. Старик и говорит, старуха, куда нам хлеба? Блин, нами проживем! Давай столкнем их в речку. Столкнули! Потом старик снова набрал лык и положил в печь. Поутру проснулся в печке лыки, а не блины. А-а-а! И хлеба нет, и блинов нет. Вот он опять лыки поставил в печку. Поутру встают лыки как лыки. И на третий день тоже. Старуха на дно лодки ездить, хлеба ловить. Ловили целый день. Поймали один колосок, а в колоске одно зерно вкуш. Потом они это зерно сушили, сушили, высушили, смололи. Сделала старуха из этой буты кисель и поставила его на стол. Прилетела муша. Прилетела и ест это вот кисель. Хронизер Эх, матушка, ходила по мухе, а попала по старухе. Хронизер Хотела по мухе, а ударила по старухе! Итак, внимание, ребята. Петр первый и мужик. Встретил царь Петр мужика. Мужик дрова рубит. Божья помощь тебе, мужик. Да, мне нужна Божья помощь. А велика ли у тебя семья? У меня из семьи два сына, две дочери. Ха, ну невелико твое семейство. А куда же ты деньги кладешь? А я там деньги на дрячатик кладу. Долг даю, мать кормлю. Долг бочу, сыновей кормлю. Воду мечу, дочери ращу. Умный твой голос, стеричок. Только выведи меня и изнесу, а то я дороги не найду. Найдешь и сам дорогу. Идти, иди направо, потом надев, потом надев, 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 потом направо, потом вперед. И выйдешь и идешь в поле. Я этой грамотой не понимаю? Ты сведи меня! Нет, вударь водить никогда. Там в Куличенке день дорого стоит. Ну, дорога стоит, так я заплачу. А заплатишь? Пойдем. А далече ли ты мужичок бывал? Ну, в поле где бывал. А видал ли царя? Царя не видал. А надо будет знать. Так вот, выйдем в поле и увидишь царя. А как я ему знаю? Все без шапок будут. Один царь в шапке. Вот приехали они в поле. Увидал народ царя. Все шапки поснимали. Мужик пялит глаза. Не видит царя. А где ж царь он? Видишь? Только мы в двое в шапках. Кто-нибудь из нас да царь? Не признал-то я. Извини, пожалуйста. Русская народная сказка Каши с топором. Кто там? Здравия желаю, бабуля. Пусти отдохнуть дорожного человека. Заходи, служивый. А нет ли у тебя, бабуля, перекусить чего, солдату? Ой, нет, белок. Сама, критя, ничего не ела. Ну нет, так нет. Более нет ничего иного. Можем сварить кашу из топора. Как так? Из топора кашу сварить? А вот так. Дай это котел. Ну как? Скоро будет готово. Жаль, вот только что посолить нечем. Соль-то у меня есть. Посоли. Хорошо. Ежели бы сюда до горстышку крупы... Бери. Заправь как надобно. М-м-м. Хорошо. Ежели бы сюда до чуток масла, и было бы вовсе объедение. М-м-м. Хороша каша получилась. Долетай, старуха. Стоп. Ну все. Бывай, бабуля. А как же топор? А я где-нибудь на дороге доварю, да и позавтракаю. Ну, ребята, угощайтесь! Ура! ТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТОРОТ Продолжение следует...